В 2020 году в Вербите произошло 75 пожаров. Это на 13 больше, чем годом ранее. За прошлый год при пожарах погибло 3 человека, в том числе один несовершеннолетний. Двое получили травмы. Нынешний год для пожарных тоже начался непросто. В Вербите уже произошло 4 пожара. За окном мороз. Именно в такую погоду чаще всего зимой случаются пожары. Люди включают обогреватели, топят печи, чтобы дома было тепло. Но не всегда задумываются о том, исправны ли электроприборы и не нарушена ли проводка. А ведь именно это основная причина пожаров. Поэтому проверить оборудование самостоятельно или обратиться к специалисту – основная обязанность каждого. Печное отопление. Еще раз посмотреть. Потому что очень часто стали причинами именно нарушения правил эксплуатации печного отопления. Топят до такого состояния, что никакие рядом стоящие горючие материалы не могут этого выдержать, воспламеняются. У статистики прошлого года довольно много причин по неосторожности при курении. Ну, наверное, грубо будет сказано, но для меня курящий в постели человек, если он еще и не трезвый, ну, это, пожалуй, смертник. Нередко возгорание начинается из-за оставленного без присмотра электроприбора. Брошенный на кресло сотовый телефон на подзарядке, возможно, и стал причиной пожара в доме на улице Логинова. Чтобы свести вероятность пожаров к минимуму, огнеборцы совместно с Центром общественной безопасности проводят рейды. Они посещают дома с так называемой низкой степенью огнестойкости и проводят профилактические беседы с жителями. Давайте я вам сейчас памятку дам. Запишу вас по пожарной безопасности. Инструктаж проведен, дымоход чистится раз в три месяца. То есть обязательно чистим дымоход, чтобы сажа не горела внутри. И вроде бы правила пожарной безопасности знают все и стараются соблюдать. Но в коридорах – настоящее минное поле из проводов и незащищенных электрощитов. Тоже скомбинарировано. Видишь, так это все на скрутках и на этих. Буквально с прошлого года пожарные начали устанавливать в домах людей из групп РИСКО пожарные извещатели. Недорогой прибор, работающий от обычной батарейки, в случае возгорания сможет спасти всю семью. Своим неприятным сигналом разбудит даже крепко спящего человека. Такие извещатели, считают огнеборцы, должны быть в каждом доме. Желательно вместе с огнетушителем. Анастасия Махнашина, Евгений Пресежнёк, Павел Тимофеев, НТС «Орбит». Анастасия Махнашина, Евгений Пресежнёк, Павел Тимофеев, НТС «Орбит». Сохраняем Орбит.